Администрация Алматы собирает замечания и пожелания горожан в онлайн-режиме. Посредством инстаграм-аккаунта местные власти разрабатывают проекты по развитию мегаполиса. Своим мнением поделились и представители творческой интеллигенции на специальной встрече в Акимате. В обсуждении программы участвовали зодчие, дизайнеры, экономисты и социологи. Моя коллега Рамина Макаримова тоже выслушала предложения горожан и планы властей. Алматинцы объединились для поиска решения городских проблем. За три последние недели 8 тысяч человек приняли участие в полсотни встреч по обсуждению проекта развития мегаполиса. Поступило 260 конкретных предложений. А на профиль Акимата в социальной сети Instagram только в октябре пришло более полутора тысяч обращений. Из них больше половины уже отработаны городскими властями. В ближайшее время запустят еще 8 аккаунтов районных Акиматов. К тому же власти намерены создать интернет-приложение «Народная карта», где заявки горожан будут оперативно сортироваться и дадут глобальную картину проблем города. Очень важно сконсолидировать городское сообщество. И именно в Алмате это практически и очень легко сделать. Потому что есть огромная масса активных, ответственных горожан, которые готовы соучаствовать, которые готовы свои идеи дать. Экономисты, социологи и исследователи предложили внедрить социальный аудит и индекс открытости бюджета, чтобы городская казна стала прозрачной для горожан. Творческая интеллигенция города, архитекторы, дизайнеры, блогеры и общественные деятели озвучили идею о создании Совета независимых архитекторов для рассмотрения городских проектов, мини-парка «Яблонь», развития экотуризма и разработки единой символики города. А художники, артисты и музыканты готовы внести свою лепту в развитие Алматы как культурной столицы. Очень нужна институция современному искусству, такая как музей. Но сейчас это тоже обсуждается. Возникновение музея в Алмате, больше образовательных программ. Какую-то школу надо открыть, естественно, потому что культуру надо продвигать. Нам интересна такая форма культурного досуга, как уличные театры. Это довольно яркое, интересное, запоминающееся зрелище. Для тех, кто не успел отправить свои идеи и предложения по развитию города, сроки продлили до 10 декабря. На сегодня проект обсудили с представителями профсоюзных и отраслевых организаций, этнокультурными объединениями, молодежными и финансовыми структурами, а также с учреждениями образования и здравоохранения. Рамина Макримова, Валерий Таубалдиев, Телеканал Алматы.